Всем привет, мои дорогие друзья! Я рада вас видеть на моем канале, и сегодня я продолжаю рассказывать вам о своих новых ароматах за последние полтора-два месяца. И это уже у нас, по-моему, четвертая часть, если я не ошибаюсь, потому что я уже сбиваюсь со счета. Но в любом случае я оставлю ссылочки, оставлю видео, которые были прошлыми выпусками, и там много интересных ароматов. Есть, конечно же, небольшие промахи, не скажу, что это прям критично, категорично, нет. Но все-таки, если повернуть время вспять, то я бы, наверное, за эту сумму лучше бы выбрала себе что-то другое. Поэтому, кто любит разное мнение, пожалуйста, смотрите прошлые выпуски. Сегодня же я буду вам показывать свой заказ парфюмерии, не только парфюмерии, кстати, с сайта LaModa. И появилось две горячие новинки. На LaModa, да, кстати, достаточно быстро появляются вот эти первые новые ароматы. И Вильгельм Парфюмер, мой любимейший бренд, выпустил две новинки, даже, по-моему, три новинки. А про третью я даже, представляете, как-то и не знала. Как-то вот все внимание, все люди больше говорили про вот эти новинки. Это лица Франсиса и это Спарклинг Джо. Я взяла себе 50 мл. У меня уже много ароматов от бренда Вильгельм Парфюмер. И многие ароматы я заказывала именно на LaModa. Поэтому давайте небольшое такое отступление. У меня есть промокод 15%, который дает скидку. И, конечно же, на LaModa продается очень много всего. Я вам покажу. Хотя давайте вот прямо сейчас покажу. Это платье. Я его заказывала именно на LaModa. Это бренд Zarina. Очень люблю, кстати, бренд Zarina. Это наш российский бренд. И оно, как видите, с такими милыми сердечками. И можно догадаться, к какому поводу я его заказала. Но, в принципе, я как этот дизайн увидела, все, я в него влюбилась. Это один из моих любимых образов стилей. Вот такие милые платья немножечко, да, с винтажным уклоном. И мне очень нравится, что сейчас современная мода допускает, что ты можешь это совмещать с грубыми ботинками, с какими-то гольфами, с какими-то бетфортами, с кроссовками. В общем, по-любому можно обыгрывать это платье. И поэтому вот я просто не могу от него отлипнуть. У меня еще есть несколько платьев из такой вот тематики. Это вот любимое в моем гардеробе. Стоило оно недорого, по-моему, в пределах 3000 рублей. Как только пойдут скидки, если оно еще останется, еще будет выгоднее. Так что платьями осталось довольно. Уже получала от вас комплименты, за что вам огромное спасибо. Поэтому, кто хочет к весне себе гардеробчик, купить каких-нибудь платьюшек женственных, конечно же, бегите на ламбонды, смотрите, ставьте там фильтры, выбирайте. Можно заказать сразу кучу моделей в пункт выдачи или курьером домой. Померить, примерить, подумать и вернуть то, что не подошло. А выкупить только то, что понравилось на 100%. Вот. Также я себе кое-что выбирала из косметики уходовой, потому что в разделе красота там у нас косметика уходовая, декоративная, всякие гаджеты, там фены, плойки, нежная же парфюмерия туда входит. И мне нужно было гидрофильное масло. Вот это масло, советую 100%, оно мне нравится, что жидкое, потому что это хорошо скользит по коже. Я не особо люблю густые текстуры, потому что, как выяснилось, гидрофильное масло, оказывается, есть и более плотные, и мне не понравилось. Вот. А здесь большой объем, достаточно приятная цена, так что оценила, могу посоветовать. И второй продукт, это кислотный тонер, потому что я всякие кислоты тоже добавляю в свой уход. Это выравнивает текстуру лица, текстуру, можно так сказать, поверхность лица, то есть кожа становится более ровной. И у меня есть, например, сыворотка кислотная, мизон. Не знаю, представлен ли этот бренд на ламода или нет, но вот от этой марки много пробников мне разных приходило, я много что тестировала. В принципе, нормальная марка. И взяла еще вот такой кислотный тонер, то есть перед всем уходом наношу также и его. Так что, кому нужен уход, кому нужна декоративка, платьюшки к весне, заглядывайте на ламода. Пользуясь случаем, все-таки хочу еще раз напомнить, что именно на ламода самая-самая крутая цена на ганимед. Вот на днях, как вы знаете, существуют всякие байеры, которые как бы продают парфюмерию по оптовым ценам. Так вот, у байеров ганимед 16 тысяч, иногда и выше, а на ламода с моим промокодом вот такая цена. Такой цены вы не найдете нигде, друзья. И еще одна новость для моих зрителей. На ламода появился бренд-синоним, поэтому я проверю, проходит ли на него мой промокод. Вот здесь я вставлю, если проходит, подпишу. И, в принципе, у меня есть, наверное, все ароматы-синоним. Чтобы я посоветовала вам, если вы смотрите на этот бренд и думаете, что можно себе выбрать на весну, конечно же, это три главных аромата. Любимейший мой самый родненький, вкусненький Роджер. Это аромат уходовый, кремовый, припудренный, с мягчайшим мускусом, вот этим вот мамочкиным, как я его называю. И это такая приятная сладинка-кислинка-малинки. Второй аромат от синонима, который я бы советовала на него обратить внимание, это, конечно же, вишневая тематика. Я уже сняла видео, но оно еще не вышло на моем канале, где я сравниваю все вот эти мои вишенки, которые сделаны в духе Lost Cherry. И это тоже замечательная версия со средней стойкостью, со средней шлейфовостью. И по мне там больше цветов. И третий аромат, который тоже стопроцентно рекомендую, его можно даже, в принципе, заказывать слепой, если вы любите очень такие шипучие, фруктовые, свеженькие ароматы. Это замечательный шипучий аромат с ягодными тонами, причем ягодки такие немножко мармеладные, черного цвета, как будто это мишки черные из бонпари, а с бузиной или с какой-то ягодкой здесь есть. Тоже такая очень мягкая сладость, как будто взбитых сливок. И аромат в направлении молекулы, пинг-молекулы, всем известно. Я думаю, то есть если вы такое любите, беззаботное, шипучее, юное, то этот аромат советую рассмотреть как вариант. Ну а теперь я перехожу к своим флакончикам. И давайте начну я с лиц Франсиса. Об этом аромате многие блогеры уже сняли видео, очень много кому он понравился. И я была уверена, что это будет качественно, да, красиво, потому что у бренда Вильгельм, я повторюсь, у них очень красивые ароматы, но нужно правильно их носить. Не нужно нюхать их вот так вот брызгаем сразу к носу, нет, они могут отпугнуть. Если нюхать их из флакона, они тоже могут отпугнуть. С ними обязательно нужно гулять и наносить их куда-нибудь подальше от лица. И слышать их, слушать их через воздушный поток, скажем, воздушный барьер. Так вот, лица Франсиса, к сожалению, это не тот аромат, который я хочу оставить в своем шкафу. И это получилось такое мое небольшое разочарование. Объясню почему. И к тому же я уже поздно заметила, что именно этот аромат создал не мой любимый Жером, который делает практически все ароматы. И у меня есть в шкафу другие ароматы Жерома, которые я обожаю. И, то есть, я их обожаю, а потом я узнала, что это тоже сделал Жером. Это было для меня очень-очень неожиданно. И я была уверена, что это тоже сделает Жером, ну, потому что в основном он их и делает. А это, оказывается, парфюмер, который, ну, вообще не мой. Вот сколько бы ароматов я не пробовала хваленых, вышедших из-под его руки, это не мое совершенно. Но почему же мне парфюм не зашел? Хотя я его, скорее всего, оставлю, но он просто перейдет на полочку мужа. Дело в том, что он мне напоминает аромат, который у меня был. И я его выселила из своего парфюмерного шкафа. Это Киллиан Блэк Фантом. И когда уже ко мне ехал флакон, мне тоже девочки написали об этом, что он напоминает Блэк Фантом. Он напоминает реплику Камин. И на нее похожий аромат, который есть в моем шкафу, Бьянка Лоос. И я такая, ну вот, почему я эту информацию не знала раньше? Вот, знаете, очень важно все-таки не делать поспешных выводов. Более внимательно изучить пирамиду. Более внимательно изучить отзывы. Более внимательно посмотреть, кто же все-таки парфюмер. Так вот, действительно, я могу подтвердить. Для меня это очень похоже на Блэк Фантом. И здесь есть, да, отголоски Бьянка Лоос. Потому что здесь очень много древесности. То есть лица Франсиса для меня это прежде всего деревяшка. Она с ореховыми тонами. Но фисташки, к сожалению, здесь я не слышу. Я просто слышу ореховые деревяшки. Очень приятную сладость. И получается такая, знаете, ореховая нуга. Вот белая такая продается в магазинах. И эта нуга, как правило, она всегда такая сладкая, что аж начинают зубы ломить. Поэтому для меня в этом парфюме достаточно много сладостей, много орехов, много деревяшек. Но почему же мне не понравилось? Не понравилось, ведь это достаточно вкусно. Со стороны, если вы послушаете такое описание, достаточно вкусно. Что тебе, Карина, не понравилось? Дело в том, что в этом аромате также есть немножко дымка, копчености, горелости. А я это не особо люблю. И у меня есть этот момент, например, Бьянка Лоос. Но там это быстро уходит. И такой же есть момент, например, в стерку сорта Паризи. Но там это тоже очень быстро уходит. И ароматы играющие, меняющиеся. Тем не менее, я всегда стараюсь эту ноту избегать в композиции. А здесь она присутствует. Если вам нравится все-таки Black Phantom, если вам нравится Бьянка Лоос, если вам нравится Камин Маргеллы, то, скорее всего, этот парфюм вам тоже понравится. Он красивый, он яркий, он сладкий, он древесный, он унисексовый. И, кстати, я на своем супруге, конечно же, его тоже попробовала. И ему он понравился больше, чем Sparkling Joe. И он сказал, что очень красиво, много дерева, как будто на нем есть табачок. Ну, то есть, есть вот эта вот какая-то шероховатость, видимо, дымок. Он это слышит как табак. Я это слышу как обугленная такая деревяшка. Вернее, ее небольшой бачок. То есть, не скажу, что это прям горелые поленья. Я не скажу, что это пожар костер. Нет, но есть вот этот маленький такой копченый дымочек, который тянется в этом аромате и достаточно хорошо ощутим. И мне кажется, что холодная кожа как раз-таки его больше подчеркивает. А горячая кожа моего мужа, она наоборот выделила вот эти сливочно-ореховые тона. Поэтому аромат я не ругаю. Просто он все-таки переходит на полочку мужа. Точнее, все остается на моей полочке, но я так разделяю. То, что носит муж из вильгельмов, я в одну сторону. То, что ношу я, я в другую сторону кладу. Если хотите, я в этом ролике пробегусь еще по другим вильгельмам, потому что у меня есть отдельный ролик про пятерку. Но после того видео я еще себе накупала кучу вильгельмов. И тоже я их покупала на сайте Ламода. Кстати, мониторьте скидки, потому что иногда заходишь, и цены большие. А в другой раз заходишь, и цены уже скидка плюс промокод. Может получиться все вместе, получается очень выгодно. Спарклин Джо. И здесь уже я была уверена на 99%, что мне понравится. Потому что те, кто уже пробовал, те, кто уже купил себе этот аромат, они говорили, что это аромат в духе Домроса. Что это шампанское, что это яркие груши. Да, 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 я все это подтверждаю. Это реально так. Если вам нравится Домроса, если вам нравится Магус, если вам нравится Жак Золотий Сноб, Фривольный Жак Фат, вам наверняка понравится Спарклин Джо. Потому что это, опять же, такой ледяной, очень красивый, шипучий, освежающий старт. И яркие груши, то есть как будто вот в этот бокал с пузырьками набросали кусочки груши. Эти груши, они не мягкие, они хрустящие, но достаточно сочные. И, в принципе, в течение дня я так и слышу этот парфюм. Я не скажу, что он как-то сильно меняется. Да, еще я здесь слышу, кстати, такой оттенок леса. И, наверное, из всего перечисленного на эту тему, он для меня ближе как раз-таки к Магусу. Потому что тут, я знаю, что есть ягодные можжевельника, и они дают вот такой немножко лесной оттенок. Как будто вы этот бокал пьете где-то в лесу, где-то на природе. И это мне очень нравится. Это, наоборот, создает такой красивый контраст. И благодаря этому этот парфюм могут запросто носить мужчины. Хотя мой супруг лично сказал, что он больше слышится как женский. И еще я бы сказала, что здесь все-таки можно уловить серую амбру, которая присутствует в современных нишевых ароматах. Это не амбра деревяшки, это не современные мускусы, это именно серая амбра. Если вы знаете, как она пахнет, вы уже к ней принюхались, и можете ее распознавать, здесь вы тоже можете ее уловить. Я очень довольна. Это будет моя такая главная новинка на эту весну. Красивый аромат. Обязательно попробуйте. И я еще смотрю на с ирисами, или ирис с морковками, или морковные ирисы. Там уже не помню. Но тоже все хочу доехать в центр и попробовать их новинку. А сейчас я хочу пригласить вас проследовать в мой парфюмерный шкаф. И я вам покажу остальные Вильгельм Парфюмер, которые я покупала после выхода того моего обзора. И быстро по ним тоже пройдусь. Про вот эти пять ароматов есть отдельное видео. Туда вошли флер, бурлеск, дорогая поле, инжирный аромат. Мой любимейший бодипейнт и рум-сервис аромат чистоты. И получается вот две мои новинки, которые я вам сегодня показывала. И вот три остальных аромата. Про них тоже есть обзоры, просто они разбросаны. Стокгольм я говорила, что это единственный, можно сказать, такой для меня классический. Но при этом с изюминкой шипр. Вполне унисекс. Даже, может быть, мужчинам он подойдет больше, чем женщинам. Ну, либо если вы носите такие ароматы. Не боитесь одеколонистости. Потому что старт у него типичный одеколонистый флужет. Достаточно резкий. Но он очень красиво раскрывается. Такой лимонный цедрый с миндалем. Шахматы это у нас такой реверант в сторону знаменитого Авентуса. Но лично для меня Вильгельм сделал круче. Аромат получился прям такой динамичный, дерзкий, терпкий, свежий, холодный, даже ледяной. А Ут и Фейр это, вопреки пирамиде, для меня сливовое варенье. Очень густо сваренное, очень сладкое. Но если говорить, в каком направлении этот парфюм, то ближе всего он к букету Идеаль, к сержов. Только там у нас вишневое варенье, а здесь у нас сливовое варенье. Очень яркие ароматы, очень шлейфовые, очень мощные. Обожаю этот бренд. Попробуйте обязательно весной на холодном воздухе. Я думаю, что вы тоже сможете для себя что-то интересненькое подобрать от этого бренда. У них достойные цветочные работы. Как раз весной тоже хочется букетов цветов. И мимозы у них хорошие, и другие у них цветочные работы хорошие. Хочу сделать еще подход к этому бренду очередной. Ну вот пока что так. Пока у меня вот такое количество ароматов. Ну на этом все, мои дорогие друзья. Спасибо огромное всем, кто посмотрел это видео до конца. В следующем ролике я уже покажу вам сборную солянку с разных сайтов, с разных магазинов. Едет ко мне также два заказа с сайта Мегамаркет, где я заказывала с сайта Ревгош через Мегамаркет. Так что будет много всего интересного. Подписывайся и оставляй обязательно комментарий. Пробовал ли ты эти новинки? Если да, понравилось, не понравилось. Вообще, что думаешь про бренд Вильгельм Парфюмер? Ну а с вами была Карина. Увидимся, друзья. Пока-пока.